Ну вот, так все, обязательно это надо вписать в свой лист желания на Новый Год. Вы же спросили, да, 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 говорит именно о том, что вы хотите получить на Новый Год. Вот выяснили, что не только какие-то вещественные... Вещественные, ну да, и наличие человека у себя дома уже будет хорошо. Собрать всю семью. Так, смотрите, во-первых, здравствуйте, доброе утро, у нас в гостях Анна Бычкова. Фудфлорист, между прочим, минуточку. Да, мы тут за эфиром уже задались вопросом, а получать на Новый Год букет, это вообще принято или не принято? Это обычно или необычно? Вот практика, как показывать, что она, о чем вещает? Ну, в моей практике это обычно, потому что у меня букеты не обычные из цветов и, допустим, растений, а букеты из еды. Фудфлорист, ну, в переводе с английского, фуд — это еда, то есть букеты из еды, из продуктов. Это всегда актуально, потому что, да, что-нибудь пожевать в теплотку. Любят вообще все, мне кажется. Вы принесли сегодня огромное количество всякого инвентаря. И тут не только еда. Ну да. Давайте мы с вами начнем, да, какой-то мастер-класс и будем вам потихонечку задавать вопросы. Давайте. Во-первых, с чего мы начнем? Смотрите, я хочу показать сегодня небольшой мастер-класс по составлению подарка для близкого человека, для коллеги. Это универсальный подарок. Мы будем составлять кружечку. Во-первых, мы берем кружку как раз-таки этого любимого человека. Тогда подарок точно будет актуален. Ну, так как у нас Новый год в новогодней тематике кружечка. Нам нужна будет основа. У меня это пена для флористов, но вы можете взять пенопласт или любой материал, в который можно втыкать шпажки. Я сделала пищевую пленку, потому что пена для флористов не должна соприкасаться с продуктами. Вот, это самое главное. Да. Обернула это бумагой тишью, она выглядит вот так. Общедоступно продается в любом магазине для творчества. Ну и начнем с того, что мы возьмем Нобелис. Нобелис – это датская ель. Ее особенность в том, что она совсем не колется. Она имеет очень приятный, ненавязчивый аромат. Это, как пихта? Пихта, да. Можно сказать, пихта. Давайте пообщаться по-русски. Она очень приятная, мягкая, и ее особенность в том, что она сохраняет свои свойства в течение месяца. Не меняет цвет, не осыпается, а после месяца она остается в таком же виде, не осыпается, просто немножко поменяет цвет. Этот подарок может храниться годами и больше. Я правильно понимаю? То есть это же можно сделать дома. Правильно. Своими руками дома. Хорошо, у нас есть основной подарок – это кружка. Дальше основа, куда можно втыкать шпажки. Втыкать шпажки, да. Все, собственно, начинаем. Это уже фантазия, да? Начинаем, да, кому как нравится. Давайте пускай Лера делает. Почему ты всегда хочешь? Давайте вместе делать. Давайте. Всегда хочешь на меня свалить все равно. Я за то, чтобы все объединялись, делали вместе. Анюта, скажите, пожалуйста, как вы пришли вот именно к такому формату? Вот вдруг проснулись, озарение, все, буду делать. Да, когда это случилось? Почему вообще мне это интересно? Ну, у меня есть маленький малыш, и чем-то заниматься все равно хочется в декрете. И я просто для себя нашла такое занятие, мне очень понравилось, и, собственно, для меня это стало любимым делом, которое радует и приносит доход. Давай, 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 давай. Вот, втыкаем в разном порядке, так, чтобы у нас заполнить кружечку. Мы возьмем большие веточки, маленькие оставим на потом, чтобы заполнить пустоты. Это большое. Есть ли какие-то тренды? Есть ли какие-то вот актуальные? Да, это модное дечение. Самые популярные вообще это букеты из раков, мужские букеты. Они заходят всегда на ура, и это, мне кажется, самый часто заказываемый подарок. Но его нужно быстро съесть. Вы сами делали? Очень много раз. Где вы берете раков, скажите? Раков вообще доступны на самом деле. Они у нас в городе продаются в магазинах специализированных с морепродуктами. И причем он не один, и, пожалуйста, это может купить любой человек. Хорошо. Возьмем мандаринки, все-таки символ Нового года, это мандарины. Веточками наблюса мы заполнили кружечку, и теперь вставим мандаринки в нашу кружку. Есть ли какой-то ваш профессиональный, скажем так, сленг в этой стезе? Прям суперпрофессионального сленга нет. Ну, есть названия материалов, которые непонятны. Вот так, чуть-чуть. Ну, вот, например, бумага тишью. Тишью? Подожди мне, подожди. Ты уже решила, освоить новую профессию. Естественно. Тишью в обычной жизни, наверное, не часто слышат. Еще? Да. Зрители. Еще какие-нибудь названия цветов, названия сухоцветов. Вот, например, Нобелис. Да, вот мы выяснили, что пихта это гораздо ближе. Да. Нам нужно упаковать немножко подальше, чтобы шпажки не были видны, чтобы мы со всех сторон могли смотреть, и шпажек не было видно. Собственно, мне кажется, три мидринки хватит. Давайте приступим к новогодним игрушкам. Она же Новый год, все-таки. Верно. Хорошо. Какой самый необычный букет вы делали? Из каких продуктов? Еще более необычный, чем раки. Ну, да. Еще более необычный? Ну, раки, мы так понимаем, что это уже стандарт, определенный, известный. А вот самое-самое неизвестное? Самое неизвестное, ну, зефир, может быть. Вот выделили букет когда-нибудь из зефира? Ну, да, ну, я могу представить себе букет из зефира. Ну, на самом деле, фудфлористика – это очень широко распространенное явление, и вы можете составить из любых продуктов, которые можно съесть. То есть, как фантазия разыграется. А до фудфлориста кем вы были? До фудфлориста я работала в ресторане. А, ну, то есть вы рядышком все равно с едой. Очень много лет, да, работала с людьми в ресторане, поэтому мне радовать людей очень всегда приятно было, и, собственно, сейчас так и продолжается. Какая-то мастерская должна быть? У вас рабочее место есть дома, уголок, куда вы прячетесь, делаете вот это чудо, и потом вуаля! Сейчас, мне кажется, такое время, что очень актуально работать дома. Я работаю дома. Ничего не отвлекает, не мешает. Как удается совмещать? Ну, как сказать. Ну, нет, все равно, может быть, это, наоборот, смена деятельности, и она помогает. Она просто, вот эта атмосфера домашняя, она помогает не переживать, собирать быстро букеты, ну, и качественно. Конечно, мастерская, это здорово, мы к этому обязательно придем, но немного попозже. То есть вы все-таки хотите перейти в масштабы, да? Да, да, конечно. Анна, расскажите, что бы вы сами хотели получить на Новый год? Если отойти от темы того, что семью собрать, это обязательно мы вам желаем, и надеемся, что это случится. А какой подарочек хотелось бы получить? Вот сейчас можно раскрыть секретик, и кто-нибудь услышит. В Качканаре, допустим, кто-нибудь. Вот кто-нибудь из Качканара. Кто-нибудь из Качканара, да, услышит. Так сложно ответить на вопрос, я вообще люблю любые подарки. Подарки получают всегда приятно, какие бы они ни были, маленькие, большие, главное, чтобы не от души. Сами любите получать? Очень люблю. Очень люблю получать букеты. Последний вопрос, прежде чем мы уже перейдем к украшению. Собственно, все у нас почти все готово. Вот стоимость, допустим, такого букета. Пока не нужно. Стоимость такого букета. От или до? От 800 рублей примерно. Ну, вот такая композиция. Чудеса. Красота. Посмотрите, что у нас получилось. Сейчас приукрасим снегом. Давайте приукрашайте. Мы пока напомним, что у нас была в гостях Анна Бычкова, фудфлорист, которая нам только что провела такой мастер-класс. Какая красота.